17 июня на территории учебно-тренировочного центра «Скалодром» стартовал военно-патриотический слёт для подростков Отечества. В палаточном лагере собралось около ста юношей и девушек из Десногорска, Смоленска, Рославля, Ершичи и белорусского города Чаусы. За несколько дней ребята познакомятся с историей края, освоят азы военно-прикладного искусства, навыками обращения с оружием изучат технику самообороны и рукопашного боя. Наша задача есть в принципе освобождения от захвата. Самый первый принцип любого захвата руки – работа на большой палец. То есть, видите мой пальчик, вот его мышца. Видите, как у него бицепс, в принципе, такой нормальный, да? Вот его мышца работает только в моей мышце. То есть, мы стараемся руку вырвать на большой палец. Двумя руками не обязательно хватит движения, чтобы просто освободиться от захвата. Но когда человек будет просто стоять, вот он освобождается, вот вырвал, да, я могу опять схватить за шкирку, как сказать, взять за вторую руку. Я уже недавно ему освободиться. Я отберу у него все-таки эти деньги. Поэтому движение мы делаем не просто руки, движение. Не просто выдергиваем руку, да, а мы делаем это движение. То есть, мы отходим. Или просто отходим. Слет Отечества проходит в нашем городе уже в шестой раз. Сама идея его проведения родилась в Десногорске. Учитывая приезд ребят из Белоруссии уже в третий раз подряд, Отечество можно с полным правом считать международным мероприятием. Кроме того, традиционно в патриотическом слете принимают участие Десногорские молодежные организации, Черные береты, Ангелы, Казачий хутор Десногорский, Школа выживания, организаторы летнего лагеря для подростков, администрация города и Смоленская атомная электростанция. Сегодня здесь вы собрались и проведете в полевых условиях в лагере несколько дней, живя здесь в палатках под открытым небом. Многие из вас приехали сюда в первый раз, а некоторые здесь уже находятся по три или четыре раза. И вы прекрасно знаете, что сегодня в течение этого слета вы получите огромный опыт, огромные впечатления, узнаете новых друзей. Строгая армейская дисциплина, форма, регулярные занятия спортом и военной подготовкой – обязательные условия жизни в лагере. Однако для собравшихся ребят так только интереснее. О целях и задачах проведения слета нам рассказал руководитель слета Отечества Александр Головачев. Патриотический слет, он и подразумевает, что это подготовка мужчин, достойных службе в армии и защите своего Отечества. Вырастить настоящих защитников Отечества, настоящих людей просто. Отвлечь их от пагубных привычек, ну это такая фраза, уже застарела, так сказать, да, ее везде произносят. Просто ребятам это нравится, вот они хотят, то есть очень жалко, что таких ребят сейчас мало, ребят и девчонок, которые вот, а можно я с вами в лес пойду, а можно вот я там, а можно вот, а некоторых никак с компьютера не оторвешь, да, вот лучше, можно я за компьютером посижу. Вот, они здесь не вспоминают, они даже звонят родителям, особенно в Десногорске, вот сейчас приезжали родители, я говорю, а что вы приехали? А сын позвонил, говорит, телефон заберите мне, он не мешает. Вот, может, ради этого мы чуть-чуть вот здесь, для того, чтобы им телефон не мешал. На каждый день, который ребята проведут в лагере, у опытных руководителей уже запланированы всеразличные интересные конкурсы и спортивно-развлекательные мероприятия. Ну а нам остается пожелать ребятам удачи и хорошей погоды. Нам здесь очень нравится. Тут очень хорошая дисциплина, очень удобные палатки и уютные. Хорошая физическая подготовка на все мышцы, группы мышц тела. Ну мы думали, что будет очень интересно, как раз мы не ошиблись. Вообще не знали, куда мы едем. Приехали, увидели, какая тут дисциплина. Кормят хорошо. Разбирали автоматы, военная подготовка. Озеро тут хорошее, водохранилище. Плавали уже.